Привет, YouTube! Ну что, я сегодня обрываюсь в такая новогодняя. А всё почему? Потому что хочу сегодня поговорить в этом видео про Рождество. Но не про наше Рождество привычное нам всем в странах СНГ, а про нигерийское. Сначала это видео я хотела снять со своим мужем, но так получилось, что снимаю его одна я. Надеюсь, получится интересный ролик. В этом видео я расскажу также про то, как мы праздновали это Рождество, про соотношение важности Нового года и Рождества в Нигерии. И поделюсь тем, как отмечает семья моего мужа в Нигерии этот праздник. Ну что, не будем затягивать и погнали! Первое, что стоит отметить, это то, что 60% населения Нигерии идентифицируют себя как христиане. Поэтому Рождество является самым отмечаемым праздником в стране. Празднование Рождества обычно дает возможность собраться всем, знаете, так разбросанным родственникам, как бы это грубо ни звучало, да, по всей стране и за пределами Нигерии собраться в этот праздник семейный, чтобы сесть вместе за праздничный стол и отметить Рождество. Рождество в Нигерии это не только такой, знаете, семейный праздник, это такой и религиозный праздник. Рождество, как и в западной, можно сказать, культуре, часть является важнее, нежели Новый год, в то время как у нас с точностью наоборот. Наши люди, мы, как правило, ну, большинство из нас считают Новый год более важным праздником и отмечают его, знаете, так более на широкую ногу, нежели Рождество. С чего начинается Нигерийское Рождество? Вообще, как правило, оно начинается с сочельника, это Christmas Eve на английском. Начинается празднование, начинаются все заготовки, все начинают готовить. И, кстати, одна из таких фишечек это рождественский рис. В Нигерии готовят всегда на Рождество рождественский рис, курицей, все как надо, и есть даже такая фраза Where is my Christmas rice? Где мой рождественский рис? Это как такое, знаете, как у нас оливье на Новый год главное блюдо, только рис в Нигерии главное блюдо на рождественском столе. Что касается такой религиозной части, того, как празднует, допустим, семья моего мужа в Нигерии, ходят в церковь, молятся, и это для них такой важный особый момент, особый такой аспект празднования Рождества, потому что в этот момент все молятся, благодарят Бога. Кстати, еще одна особенность, очень такая интересная, очень такая интересная, если нигериец идет в церковь, неважно, в своей стране или, допустим, у нас в Беларуси, для них это настоящее событие. Они ходят зачастую каждую неделю, каждое воскресенье, и они наряжаются, вот как у нас наряжаются на свадьбы, то есть очень красиво, очень красиво. Девушки на каблуках с прическами, с макияжем, такие нарядные. Я один раз пришла просто в худи, и мне было даже как-то неловко, потому что все такие, знаете, красивые, нарядные, и это было прям таким удивлением, потому что как бы наши люди, ну вот прям так не наряжаются все-таки. Но это по моим наблюдениям. Все идут на церковную службу, в прекрасных, очень красивых одеяниях, красивой одежде, некоторые даже шьют специальную одежду для Рождества. Нигериецы очень сильно любят наряжаться, особенно на праздники, особенно на Рождество, когда это такой, знаете, самый главный, можно сказать, праздник, один из самых главных празднованных в стране, поэтому, конечно, все хотят красиво нарядиться. После церковной службы как раз-таки начинаются дальше все празднования, все самые интересные мероприятия. Как правило, нигериецы либо собираются дома с семьей, либо могут пойти в гости, либо пригласить кого-то к себе домой, посидеть за рождественским столом. А что касается конкретно семьи моего мужа, то они не пьют вообще, и на такие праздники, как Рождество, день рождения, они пьют безалкогольное вино. Ну, не буду говорить популярно в Нигерии, но вот родители принца моего мужа всегда пьют именно такое вино безалкогольное на всякие праздники. Что касается нашей семьи конкретно, то мы отмечаем и Рождество 25 декабря, и Рождество 7 января, и отмечаем Новый год. Мы отмечаем все праздники, вот эти вот все три ключевых. Во-первых, несмотря на то, что я православная, как бы у меня есть две причины отмечать эти праздники. Во-первых, муж, который из Нигерии, да, он отмечает этот праздник. Во-вторых, мне очень близка американская культура, и у меня даже есть мечта встретить Рождество в Нью-Йорке, потому что в Америке, мне кажется, самая такая классная новогодняя атмосфера, которая только может быть вообще в мире. Вот. Поэтому я отмечаю 25 декабря и 7 января, так как я православная. Что касается Нового года, также как отмечают его в Нигерии, то, да, это безусловно праздник, все тоже счастливы, все радуются, но его как-то так по-особому не отмечают. То есть Рождество, оно всегда в приоритете. Если у нас там накрываются столы, там мы там встречаем Новый год, то в Нигерии больше акцент на Рождество. И, например, как отмечал принц до знакомства со мной, когда я еще жил один, вот, в Беларуси, когда учился, он встречал Новый год в церкви. Вот именно приходят, там, около 12, и около 12, в 11 могут прийти, и вот встречают там Новый год. Молятся, опять же, вот. В то время как мы собираемся за столом, и там дома сидим, ждем курантов. Что касается нашей семьи, как мы отмечаем эти праздники, готовим что-нибудь вкусненькое, слушаем музыку рождественскую. Вот, в Нигерии, кстати, тоже музыку, когда собираются в церковь, когда собираются вот на какое-то празднование, всегда включают рождественскую музыку в процессе такого собирания на торжество. Так, ну что, вроде бы такое самое основное рассказала. Надеюсь, вам понравилось это видео. До новых встреч. Пока-пока. С наступающими вас праздниками. До свидания.